Эммануэль Макрон – самый молодой президент за всю историю Франции, вступивший в должность в 2017 году. На выборах его считали темной лошадкой из-за внезапного появления на политической арене. Особое внимание привлекала личная жизнь и некоторая его скрытность. В этом видео мы постарались пролить свет на подробности жизни французского президента. Эммануэль Макрон – как живет президент Франции и куда тратит свои и бюджетные деньги Полное имя французского лидера Эммануэль – Жан-Мишель Фредерик Макрон. Он родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен, на севере Франции. Родители будущего президента были людьми от науки. Отец – Жан-Мишель, профессор неврологии, а мать Франсуаз была врачом. Первый их ребенок, к сожалению, умер при рождении, но потом, кроме Эммануэля, родилось еще двое детей. Лоран, ставший радиологом, и Эстель, выбравшая профессию нефролога. Была у Эммануэля любимая бабушка со стороны матери Жермен, бывшая директриса школы, которая была большим авторитетом для мальчика. Она была ярым социал-реформатором и повлияла на формирование политических взглядов будущего президента. Потом Макрон расскажет, что был с ней ближе, чем с родителями, что после школы они пили горячий шоколад и слушали Шопена. Однако и родители уделяли много внимания детям. Именно отец привил Эммануэлю любовь к истории и литературе, обучал древнегреческому языку и философии. До 6 класса мальчик учился в обычной государственной школе, а потом, по совету бабушки, его перевели в частный иезуитский колледж. Кстати, в 12 лет мальчик был крещен католической церковью по собственному решению, хотя его родители не были религиозными. В колледже парень по уши влюбился в замужнюю учительницу Бриджит Траньё. То, что их 15-летнему сыну нравится взрослая женщина, почти на 24 года старше, родители узнали случайно, когда их Ману, как называли Макрона-младшего, позвонил одноклассник, у которого, по легенде, находился Мануэль. Учительница была буржуазного происхождения из богатой семьи потомственного кондитера. И родители пылкого влюбленного были сначала уверены, что сын встречается с ее дочерью, которая, к слову, была одноклассницей Макрона. Их сближению способствовала совместная работа над постановкой пьесы в театральном кружке, которым Бриджит руководила. Юноша произвел на нее впечатление своим исключительным умом и регулярно слышал похвалы от любимой учительницы. Кроме литературного таланта будущий политик был хорошим пианистом, как признавалась Бриджит, у нее было ощущение, что играет Моцарт. Он даже занял третье место на музыкальном конкурсе в родном городе, а мечтал будущий политик стать сначала актером, потом писателем и даже пробовал писать приключенческие романы. Родители были ошеломлены и рассержены такой новостью, но отношения с сыном не испортили. И решение о переводе сына в элитный лицей имени Генриха IV в старших классах было не изгнанием, а выбором и самого Эммануэля тоже. Что касается Бриджит, то ей было поставлено условие о запрете встреч с Эммануэлем до его совершеннолетия, на что та со слезами ответила, что не может этого обещать, а парень, уезжая, пообещал, что вернется и женится на любимой женщине. Впрочем, тайные встречи Макрона с будущей женой не прерывались никогда. Необычную пару поддерживала только бабушка, которая стала поверенной в делах сердечных, и, как позже рассказывала Бриджит, без ее помощи ничего бы не получилось. Примерно тогда, в 16-летнем возрасте, по слухам, Эммануэль написал эротический роман на 300 страниц о своих отношениях с Бриджит, который попросил перепечатать свою бывшую соседку. Имена главных героев были изменены, а, по словам соседки, текст был написан колоритно, смело и местами непристойно. О романе стало известно в маленьком родном городке влюбленных, и Бриджит, мать троих детей, подверглась настоящей травле. От нее отвернулись все близкие друзья, и это время она вспоминает, как очень тяжелые. Ее родителям, уважаемым в городе людям, плевали на двери и писали анонимные письма. В то же время об увлечении жены узнал муж Бриджит и в ярости ушел из дома, хотя развелись они только в 2006-м. После окончания лицея Макрон стал изучать философию в университете Париж-Нантер, затем начал изучать связи с общественностью в Парижском институте политических исследований, а с 1999-го два года был личным помощником философа Поля Рикера. В 2004-м Эммануэль стал выпускником национальной школы администрации, после чего началась его политическая карьера. В тот же год он стал финансовым инспектором при Министерстве экономики, куда его пригласил президентский советник, и проработал там до 2008-го года. Годом ранее Эммануэль и Бриджит наконец оформили свои отношения, тайно продолжавшиеся все эти годы. Церемония прошла в городке Летуке, где Бриджитту наследовала виллу, и была довольно скромной. Женившись, они сразу купили квартиру в Париже за 1 млн евро. Выйти замуж официально, к слову, Бриджитт согласилась не сразу. О предшествовавших свадьбе 15 годах жизни в атмосфере непонимания Макрон вспоминает как об очень тяжелом периоде, заставившем его рано повзрослеть, а нынешнее положение дел считает завоеванием. Затем он поступил на службу в инвестиционный банк Ротшильда, где он, как толковый экономист, осуществил ряд сделок по перепродаже европейских компаний, увеличив собственный капитал до 3 млн евро. О своем тогдашнем занятии Макрон сказал, что это работа как у проститутки, главное соблазнить. Один из его коллег как-то сказал, что Эммануэль смог бы соблазнить даже тюремную дверь. И после того, как убедил компанию Nestle купить подразделение Pfizer за 12 млрд долларов, Макрон получил в банке прозвище Моцартфинансов. Из аналитика Эммануэль перерос в партнера, и его комиссионные стали составлять более 1 млн евро в год. Но, занимаясь инвестиционными вопросами, Макрон следил и за политической обстановкой. Еще в 2006-м, работая инспектором в администрации президента, Макрон вступил в Социалистическую партию Франции, где состоял три года, но, как отмечают французские СМИ, это было формальностью. Он не платил взносы и не участвовал в мероприятиях. В 2012 году Эммануэль стал работать в Елисейском дворце заместителем главного секретаря президента Оланда. На этой должности Макрон прослужил два года, после чего получил портфель министра экономики, став в 36 лет самым молодым министром Франции. На этом посту он принял ряд законов и поправок. Например, знаменитый закон Макрона, касающийся торговли, транспорта, строительства, малого бизнеса и другого. Также шла речь о создании сети дешевых междугородних автобусов, либерализации профессий из области права, что должно было снизить тарифы на их услуги. Документ был принят неоднозначный, вызвал массовые протесты. Но крупный бизнес остался в выигрыше. Кстати, забавный факт. Когда Макрон ушел из правительства, ему пришлось вернуть государству 54 тысячи евро, затраченные на его обучение, так как он не отработал там положенные 10 лет. В 2013 году у Макрона случилось горе – умерла его бабушка. Когда ему позвонили сказать, что Манет находится при смерти, политик сбежал с рабочего совещания и успел попрощаться. Женщина умерла у внука на руках. Они были очень близки. Эммануэль звонил ей каждый вечер. Даже с отцом он общался гораздо реже. Тот признается, что видел сына раз в год и не очень посвящен в его дела. Еще через год Макрон создал свою независимую партию «Вперед», которую объявил ни правой, ни левой. И осенью 2016 года как лидер партии баллотировался в президенты. Кстати, количество зарегистрированных участников партии достигало 30 тысяч, а средний взнос был 50 евро. В предвыборное время Бриджит постоянно находилась рядом с Эммануэлем. Но супруги утверждают, что она политикой не занимается, а только иногда дает советы. Она подбирала мужу одежду и режиссировала его выступления. Кстати, Эммануэль называет Бриджит «Биби» и всячески подчеркивает свою привязанность к супруге. Даже однажды подал в суд на молодую девушку, пытающуюся установить с ним близкие отношения. В суде политик заверил присутствующих, что любит жену и не намерен ей изменять, чем привел женскую половину электората в восторг. Иногда про Макрона проскакивают слухи о его нетрадиционной ориентации. В частности, говорили о его интимной связи с президентом Радио Франс Матье Галле. За год до избрания президентом у политика произошла неприятность. Во время выступления у него сорвался голос, и он, что называется, дал петуха. В соцсетях это вызвало волну шуток, поэтому политик решил, что пора владеть ораторским искусством и стал брать уроки у оперного певца, Жана Филиппа Лафона. Кстати, Макрона считают перфекционистом. Он старается достичь совершенства в любом деле. Повторяет и переписывает свои речи десятки раз. Например, для встречи с избирателями в 2017 году написал 27 различных версий выступления, а спит политик по рассказам только 3 часа в сутки. И еще его считают прекрасным собеседником, способным поддержать разговор на любые темы. Под внешней улыбчивостью и уравновешенностью иногда просыпается жесткость. Например, однажды во время выступления перед протестующими, уже будучи президентом, один из недовольных выкрикнул, что такой дорогой костюм, как у политика, он себе позволить не может. На что Эммануэль сказал ему, что лучший способ накопить на костюм – это работать. Тогда местные СМИ написали, что Макрон растерял улыбчивость и холоднокровие. Готовя предвыборную программу, Макрон попутно написал книгу «Революция», в которой обстоятельно изложил свои планы на годы президентства. Издание быстро раскупили и возвели в ранг французских бестселлеров. За президентский пост Макрон боролся во втором раунде с Марин Лепе и одержал победу с 66,06% голосов избирателей, став новым президентом Франции. Победу ему обеспечило то, что он был единственным кандидатом, ратующим за сохранение Евросоюза, и полную реформацию политического аппарата Франции. Однако политика Макрона устраивала не всех жителей, и в 2018-м в стране возникло протестное движение «желтых жилетов», пик которого пришелся на декабрь 2019 года. Сначала его участники выступали против повышения налога на углеродное топливо, а позже и против пенсионной реформы. Чтобы прекратить беспорядки, Макрон был вынужден отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет. В том же 2018 году во Франции произошел скандал, поводом для которого стало избиение демонстрантов помощником Макрона Александром Беналой. Когда Макрон был кандидатом в президента, Бенала был начальником охраны политика, после выборов также им остался. Тогда же стали ходить сплетни, что Бенала – общий любовник Бриджиты Эммануэля, ведь мужчины почти не разлучались – вместе катались на велосипедах, на лыжах, ходили под парусом. Да и мадам Макрон тоже с ним видели чаще, чем с мужем. Впрочем, вскоре Бенала потерял доверие президента из-за своих коррупционных сделок. Поведение читы Макронов противоречит всем слухам вокруг них, ведь они всегда на людях выражают неподдельные чувства друг к другу. Да и их история любви, прошедшая испытание временем и осуждением близкими людьми, служит доказательством сильных уз. Президент о своем браке говорит, что у них хоть и не классическая семья, но любви вне от этого не меньше. Но СМИ все-таки иногда жалят пару своими насмешками, например, выпуская разного рода карикатуры. Своих детей у президентской семьи нет, но женившись, Макрон стал дедушкой для семи внуков и отчимом для троих детей Бриджит. К слову, один из приемных сыновей старше знаменитого отчима на два года, а одна из дочерей работает в администрации президента. Эммануэль с удовольствием нянчится с внуками жены, считая их родными. Президент, как истинный француз, предпочитает красное вино, а из спорта любит французский бокс. В том же 2018-м Макрон, прославившийся любовью к театру и классической музыке, сыграл роль чтеца в постановке детской музыкальной сказки «Петя и Волк». На мероприятии присутствовала первая леди и дети из малообеспеченных семей. Также президент Франции вошел в список самых влиятельных людей мира по версии Форбс, заняв 12-е место. Эммануэль Макрон известен своими прогрессивными взглядами, за что его прозвали французским Обамой. Наиболее яркий пример – его речь после резонансного убийства учителя, показавшего на уроке карикатуры политико-сатирического журнала Шарли Эбдо. Он выступил в защиту свободы слова и посмертно наградил учителя орденом почетного легиона, что вызвало акции протеста мусульман всего мира. Поддерживая образ молодого президента-реформатора, способного найти общий язык со всеми, Макрон яростно болеет за французскую сборную по футболу и приезжает к игрокам на тренировке, встречается с Джастином и Хейли Бибер, чтобы обсудить вопросы климата. А в феврале 2021-го заключил пари с ютуберами Макфлай и Карлитто, что если они снимут ролик о пользе мытья рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и он наберет больше 10 миллионов просмотров, то смогут снять следующие видео в Елисейском дворце. Макрон спор проиграл, и блогеры сыграли с президентом в игру «Верю-не верю», а в завершении пригласили на съемки французскую металлгруппу. В 2021 году снова вспомнилась история с убитым учителем и карикатурой на пророка Мухаммада. На рекламном щите опубликовали плакат с изображением Макрона в образе Гитлера. Владелец щита таким образом решил выразить протест из-за прививочной кампании. А в Твиттере упрекнул власть, что смеяться над пророком во Франции можно, а выставлять президента диктатором нельзя. К слову, в 2013 году в стране отменили статью об оскорблении президента, но судиться Макрон все-таки будет. В октябре президент вспомнил о своей любви к футболу и сыграл вместе с работниками больницы Пуасси на благотворительном матче, целью которого было собрать необходимые средства для фонда больниц Парижа. Деньги собрали, а президента тут же окрестили французским Роналдо за его голс-пенальти. Для добрых дел Макрона используют не только имя президента, но даже свою собаку привлекли к рекламе с призывом помочь животным. Еще в 2017 году президентская пара взяла из приюта Метиса Лабрадора, отдав за него 250 евро, которого назвали Немо. Он-то и снялся в рекламе, в которой, так сказать, рассказывает о истории беспризорных животных и призывает взять на Рождество одного из них домой. За свою карьеру Макрон удостоился многих наград. При вступлении в должность его наградили Большим крестом Национального ордена от Ордена Почетного легиона и Большим крестом из Национального ордена за заслуги. Также он является обладателем Большого креста в Италии, Сенегале, Греции и других странах. В Бразилии он кавалер ордена Южного креста. Кроме этого в 2018 году ему присудили премию Карла Великого за заслуги в объединении наций и приз «Чемпион земли», выдаваемый за достижения в защите окружающей среды. Живет Макрон с женой в Елисейском дворце, куда они переехали после избрания президентом. Дворец на то и дворец, чтоб поражать своей королевской роскошью. Там есть и парчевые гардины и огромные люстры, позолоченные колонны. Кухню дворца любят во всем мире, и, как и в любой французской семье, на праздник Богоявления здесь подают пирог волхвов или королевский пирог. Внутри запекают миндаль или маленькую фигурку, и если она достанется Макрону 6 января, то на один день станет королем. Столовые приборы президента настолько ценны, что размещаются в особом хранилище, чтобы посетители не прихватили их с собой в качестве сувенира. Около дворца размещается сад с просторной лужайкой. Заседания президента с советниками и международные переговоры часто проходят в зеленом зале с овальным столом. Кстати, после переезда первая леди навела свои порядки и немного изменила обстановку в резиденции президента, освободив окна от избытка плотных портьер, которые затемняли комнаты и закрывали вид на сад. Кроме того, на Лазурном берегу у президента есть загородная резиденция – замок Фор де Бригансон. Он хорош тем, что находится на острове. Французская пресса сообщала, что по заказу президента в замке появился бассейн, на установку которого потратилось 34 000 евро, но это скорее было экономией, ведь на охрану пляжа тратилось куда больше. В замке есть две башни. В одной расположен рабочий кабинет, а другая – так называемая западная башня, в которой находятся гостевые комнаты, столовая и личные апартаменты, недоступные постороннему взгляду. На территории тоже разбит сад и имеется вертолетная площадка. Годовой чек на содержание Фор де Бригансон достигает 200 000 евро. Скоро во Франции очередные выборы президента, и Макрон пока еще не решил, хочет ли он еще раз вступить в борьбу за президентское кресло. Перед окончанием президентского срока политик раскрыл свои доходы. Собственный капитал у президента Франции составляет 1 миллион долларов, а годовая зарплата – 192 тысячи. Причем в первый год президентства он заработал 115 тысяч евро, а в следующие три года получил 750 тысяч, а в этом году пока что 174 тысячи евро. Макрону также придется возместить кредит в размере 127 тысяч евро. Кроме того, он заявил об отсутствии личного авто и собственной недвижимости. Только у его жены Бриджит есть дом в летуке, который ей достался от родителей и по оценкам стоит около 1 миллиона 430 тысяч долларов. Кстати, Макрон оценил дом в 200 тысяч евро, возможно, чтобы не платить налог на богатство. Ремонт виллы обошелся в 300 тысяч долларов, и раз в месяц здесь Макроны встречаются с детьми и внуками, поэтому считают это жилье семейным. Этот трехэтажный дом с балконами, красной крышей и комбинированным фасадом коричневого и бежевого цвета часто привлекает внимание журналистов и туристов. Простых французов возмущают не доходы президента, а то, куда он тратит столько денег. В 2020-м на цветочные украшения Елисейского дворца ушло 600 тысяч евро бюджетных денег. А еще ранее журналисты раскопали, что всего за три месяца Макрон потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро. Тут некоторые опять засомневались, только ли деловые отношения их связывают. Но и в этом случае слухи остались домыслами, так как подтверждения этому не нашли. Также во Франции широко обсуждалось наделение первой леди особого статуса, что многие восприняли, как нарушение предвыборного обещания никогда не оплачивать ее расходы бюджетными средствами. Появилась даже петиция, набравшая более 250 тысяч подписей. Но в итоге Бриджит получила неоплачиваемую представительскую должность. Касательно автомобилей президент Макрон предпочитает французские машины. Во время своей инаугурации он удивил всех, проехавшись на кроссовере Renault Spice, от которого президент был без ума, заполучив к себе в официальный гараж, еще когда был министром. Тогда же президент успел прокатиться и на французском военном авто, способном разогнаться до 110 км в час. Но большую часть церемонии инаугурации президент ехал на кроссовере DS7 Crossback. Кроме того, от предыдущего президента Макрону остался бронированный лимузин Citroen C6 и бронированный хэтчбек Renault Velsatis. В этом году автопарк президента Макрона обновился новой версии DS7 Crossback, она стала называться Елисей. А кузов, конечно, бронированный. Машина выкрашена в традиционный цвет президентского кортежа – чернильно-синий, и внутри и снаружи отмечена литерами RF, что означает «Французская республика». После ухода с поста главы государства Макрону предполагается зарплата в размере 6220 евро, а также выплата компенсации – 13500 евро. Кстати, по сравнению со своими предшественниками, зарплата Макрона ниже. Вот история жизни Эммануэля Макрона, президента Франции, с его единственной непростой любовью и множеством талантов. Возможно, скоро он покинет свой пост, но он так и остался неразгаданной до конца загадкой. А как вы думаете, в чем секрет его успеха на политической арене?